Энергия, расточителя воды. Вот ты, когда зубы чистишь, воду выключаешь? Нет, у меня вообще льется, она просто без остановки. Ты, наверное, заходишь, воду включил, потом пошел на кухню чайник, пока поставил? Нет, нет, нет. А у меня вот как-то, не знаю, включилось все, и вот она даже как будто успокаивает. Пока вода шумит, вроде как, чувствуешь себя спокойно. Как только выключается, сразу нервничать начинаешь. А знаешь, как в развитых странах люди, у которых высокий уровень развития, они включают воду, щетку, выключил воду, почистил зубы, включил. А я даже слышал, что в Китае или в Японии ввели закон, что всю еду, которую ты заказал, должен съесть. Если ты заказываешь еды больше, чем можешь потребить, тебе штраф накладывают. Правильно. Вот так вот. Но нам еще до этого далеко. Предлагаю перейти к более актуальным новостям на сегодня. Давай начнем лучше. Давай! Привет, дорогие друзья международного канала «Алга Петербург». С вами мы, Ваня Червинский. Саша Карельский в студии. Сегодня у нас прекрасная, интересная беседа. Поехали! Поехали! Очень быстро пролетела неделя. Благо, что есть много событий, которые произошли за эту неделю. Мы можем теперь уже спокойно все обсудить. Хочется начать с призыва к действию и напомнить о том, что с понедельника у нас шло и продолжается активное голосование в Твиттере. Друзья, мы продолжаем пытаться добиться первого места Димаша на фрайдей-лайвстрим на международном американском MTV-канале. И, кстати, в эту пятницу очень важно будет занять первое место, потому что в эту пятницу еще и, скорее всего, выйдет интервью. Мы знаем, что его во вторник уже записали. Саша, а как ты узнал о том, что его записали? В Твиттере выкладывали переписку. Я зашел к Кевану и там все было написано. Там хай бро, там все дела. Песик тоже присутствовал на записи интервью. Так что все по-домашнему прошло, Ваня. Да. Также напомню, что мы ждали и ждем премьеру клипа Димаша Голдена на этом канале MTV. Но мне написали тут один комментарий. Я хочу с вами поделиться, друзья. Автор мне неизвестен, потому что тут какие-то аэроглифы написаны. Это Елена из Израиля. Здравствуйте, Елена. Саша, ты что на иврите читать не разучился? Вот я сейчас по латынию. Ладно, я шучу, там внизу подписано Елена. Все, Елена, я вас узнал. Саша и Ваня, вы зря надеетесь, что на этой неделе на MTV будет новый клип Голден? Димаш и Канат ведь объясняли, что на MTV попадают только клипы, которые попадают в тренды ютуба и с его рекомендацией. А также если у клипа миллионные просмотры, которых у нового клипа еще нет. Так что, друзья, если мы хотим, чтобы клип Голден как можно быстрее появился на MTV, нужно больше просмотров создать. Кроме того, Димаш вряд ли будет убирать из ротации клип, который обладает всеми вышеперечисленными критериями. И уже две недели на втором месте в рейтинге. Срок ротации клипа и количество недель его ротации тоже очень важен. Так что, я думаю, мы увидим новый клип Димаша на MTV. Он появится не раньше, чем через неделю 9. Насчет интервью, думаю, что вы правы. И мы можем увидеть это интервью даже на этой неделе. Елена из Израиля. Прекрасная версия. Вот так вот. Елена, я хотел бы, конечно, чтобы сегодня Голден мы увидели. Все-таки MTV молодые там зрители. И мне кажется, что будет круто, если необычно так шокирует всех зрителей. Ну, Аван, а давайте хотя бы вспомним все примеры, где участвовал Димаш во всех конкурсах. Всегда происходили изменения после того, как Димаш там поучаствовал. Может быть, и в этот раз будет небольшая реконструкция? Я согласен, что уже есть реконструкция. Уже зрители MTV стали более серьезными, потому что более серьезная музыка появилась на канале. Но все-таки мне кажется, что нужно дать немного уважение трендам, уважение моде. И уважить, конечно, поклонников. Там есть чудесные группы SB-19, которые уже прекратили свое существование. Вышли, кажется, завершили карьеру, вышли на пенсию. Я слышал, что это прям чуть ли не 31 декабря произошло. Да, да. То есть ребята сказали, ну все. Да, и 25 лет выступала группа. Очень достойный срок, 25 лет. И самое главное, что надо знать, когда вовремя уйти. Вот, ты там снял у меня с языка. Так что, друзья, всех ждем в пятницу на голосовании. Вот, и надеемся услышать и интервью. И все-таки надеждой не теряем увидеть новый клип. Также вы знаете, что состоялся на BIS онлайн концерт Dimash Digital Show. Сейчас активно публикуются материалы на тему того, как проходила вообще съемка, подготовка этого концерта. Есть даже сведения о том, что возможно он выйдет на DVD дисках, что очень здорово иметь в коллекции версию этого концерта на физическом носителе. Поэтому всех поздравляем еще раз с этим событием. Знаешь, Саша, почему здорово то, что появится диск на DVD? Я получаю большое количество сообщений на наш WhatsApp номер. И там очень печальные сообщения о том, что не у всех получается воспользоваться вот этим цифровым билетом. И есть даже люди, которые заплатили деньги, но не смогли посмотреть концерт. Что, конечно, меня очень расстраивает. Я стараюсь помогать кому возможно, но все равно остаются люди, которые не смогли посмотреть. И то, что появится диск на DVD в системе, это очень круто. Я надеюсь, что все смогут его приобрести, что будет доставка также по всему миру. Ну а пока мы ждем, собственно, когда появится вот этот концерт на физическом носителе. Предлагаю активно налегать на просмотры клипа Golden, так как там уже почти 400 тысяч просмотров с момента публикации. И для того, чтобы увеличить просмотры, надо не только смотреть, надо использовать маску вот эту в Instagram. Да, я делал новость о том, что у Димаша в Instagram на его странице появилась маска. Применив которую, вы можете облачиться как раз в ту самую золотую маску, в которой были, получается, горожане того города, который спас Димаш от преступности. В котором были люди поколения Golden. Если раньше было поколение X, потом было поколение Z, было еще поколение Pepsi, я помню. Millennium. Да, Millennium Mial. Millennium Mial, да? То теперь поколение Golden. И, друзья, заходите в Instagram, делайте вот эти вот штуки в маске. Саша, слушай, а кто не знает, как ты, наверное, в нашем Instagram сделаешь инструкцию? Во-первых, я выложу сейчас то, как эта маска пришла ко мне, как сказать, прилипла, оделась, примерилась ко мне. И сделаю подробную инструкцию о том, как, собственно, эту маску включить, чтобы она была и у вас. Вот, для этого нужно будет предложение Instagram. И для этого нужно подписаться на наш Instagram, да? Да, без этого инструкцию мы не дадим. Если захотите, конечно, друзья, тоже подписывайтесь. Ну и также, как я уже говорил, 31 января был тройной праздник. Потому что в этот же день, после концерта, после премьеры Крипа, состоялся ответ на вопрос сессии с Димашем. И было очень много интересных вопросов. Об этом у меня есть отдельный ролик, посмотрите его по ссылке. Но самые основные моменты мы уже обсудили. Это, собственно, новый, вернее, концерт на DVD. Потом Димаш проанонсировал новую песню, очень сложной какой-то формы, которую он уже готовит. И я думаю, совсем скоро она появится. Также сказали о том, что совсем скоро должен случиться релиз песни Be With Me, которую мы с нетерпением ждем. Официальный релиз, я так и понимаю, чтобы она появилась на всех доступных платформах для скачивания. Потому что сейчас она только доступна при просмотре концерта. И грустная новость для тех, кто хотел услышать песню Over Here с участием Уолтера Афанасьева и Мистера Флавьена, который записывал целый оркестр для композиции. Димаш сказал, что песня сложная, нужно работать и, скорее всего, в ближайшее время мы, вряд ли, ее увидим. Печально. Ты расстроился? Да, я расстроился. Хочется уже послушать. Ну, Аватар тоже задерживается. Я думаю, что примерно в одно время они должны появиться. Это моя версия. Я сейчас постараюсь в следующей новости соединить тему космоса, чтобы ты не расстраивался. Потому что NASA опубликовала прекрасную новость. Дело в том, что 18 февраля должна произойти посадка на Марс марсохода. Как вам название марсохода читается? Perseverance. Вот. Соответственно, этот марсоход должен прилететь на Марс, чтобы наконец-то найти следы жизни на этой планете. Саша, там нашли уже. Да. И на Венере нашли следы жизни. Ну, в общем, будут изучать подробно и грунт, и воздух, и фотографии делать. И я вот посмотрел. Мне кажется, там уже, моя версия, что это уже первый корабль колонизации Марса. Вот. И Димаш, получается, станет одним из первооткрывателей. Да, вы помните, что целый билет был куплен как раз для Димаша во время этой экспедиции. Вот виртуальный билет, который должен будет приземлиться, получается, 18 февраля. И Димаш, получается, один из первых артистов окажется там. Кстати, вот этот вот корабль называется, ну, марсоход называется настойчивый на русском. В этом он немного похож на Димаша. Поэтому, я думаю, что это связано, и это хорошая новость. А я вот, знаешь, что еще хотел спросить, а что там с рэпером случилось? С рэпером? Да ничего не случилось. Какой-то известный рэпер попал в тренды Google. Вот я и изучил. Оказывается, почему он попал в тренды, так это то, что он решил сделать себе необычный апгрейд. Вот он решил сделать имплантацию, получается, бриллианта в 10 карат прямо себе в лоб. Слушай, да, тяжело нам понять американскую культуру. Я думаю, что он перечитал Пушкина. Помнишь? Про царевну лебедь? Про звезда гореть. На самом деле, не знаю, я вот когда увидел эту новость, я подумал, что лучше бы он с Анитой Цой брал пример. А, пригласил бы Димаша на свой концерт? Да. Мне кажется, что эта новость была бы более интересной, чем такая, не знаю, какая-то неразумная, мне кажется, трата такого огромного количества средств на невероятно экстравагантные украшения. Потом мы узнали, сколько стоит попасть в тренды, потому что, ну действительно, согласись, что порой в трендах YouTube появляются очень странные видео. И я каждый раз вот чешу голову и пытаюсь понять, почему именно это видео оказалось в тренде. Поэтому, друзья, предлагаю совместными усилиями двинуться на канал Димаша и попробовать клип Golden вывести в тренды. Пусть там будет красоваться достойное видео. Саша, прекрасные новости, какие у тебя. Но у меня есть тоже новость очень хорошая из мира Dears, которая по уровню, я думаю, что недалеко уходит от того, что происходит сейчас с Elon Musk и то, что происходит на Марсе. Дело в том, что самый большой друг всех Dears, Фабио Казали из Италии, организовывает онлайн-концерт на своем канале. Не может быть! Да, 21 февраля можно будет прийти к нему, посмотреть. Мы туда обязательно пойдем тоже, посмотрим. А по чем билеты, Вань? Бесплатно. Бесплатно? Такое сейчас бывает? Класс! Конечно, мы будем! Саша, ты можешь 10 долларов перечислить мне на счет. За то, что ты мне сообщил новость. Как Су Юнши, да? Хорошо. За хорошую новость. Тогда мы поздравляем Фабио Казали с его дебютом. Получается, это будет первый онлайн-концерт. Будем надеяться, что соберется много зрителей, а он споет нам много хороших песен. На этом, дорогие друзья, все. Наша беседа окончена. Спасибо вам за внимание. Приходите еще. До свидания. Всем пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам. Команда Алга Петербург.